Привет, страна! Всем привет! Ребята, я сейчас вот о чем подумал. Кто меня не знает, я Фомин Алексей, элитный бриллиант компании TalkFusion. Сегодня мы с вами поговорим о Diamond Rush, о том, как мы все гонимся за бриллиантом. Всех интересует, как зарабатывать, например, хотя бы 2500 долларов в неделю. Это, на самом деле, цель, которая не за горами, это все реально сделать. И у меня для вас несколько вопросов. Во-первых, что бы вы от меня хотели? Чтобы я рассказал вам на самом деле этот Diamond Rush или ответил на вопросы. То есть, если Diamond Rush, то вы можете мне просто поставить единички, если тут много новых людей, которые вообще ни черта не понимают, что надо делать. А если вы уже в двух словах знаете, как что-то надо делать, но у вас есть вопросы какие-то особенные, то вы поставьте мне нолик. То есть, если Diamond Rush единичка, а если просто мы такую клубную встречу проведем, ответы на вопросы, то нолик. Окей. Леха, привет. Константин, привет. Всем привет. А, ну мнения уже разделились, я понял. Единичек. Сразу битва пошла, сразу битва пошла. Отлично. Ладно. Насколько у нас тут людей сегодня, насколько мы продвинули это мероприятие. Ну, отлично. Смотрите, ребят, здесь 26 человек, включая меня, может быть даже больше. Идея такая, что лучше, когда здесь будут принимать участие все вы 26 человек, то есть, когда я какие-то вопросы задаю, вы не будьте зрителями, иначе вы в жизни точно так же и будете зрителями. То есть, у вас здесь, смотрите, о чем какая речь. В жизни существует три категории людей. Вы вообще знаете, да? Есть люди, которые зрители, то есть, они не принимают участие в игре, они не потеют, они не бьются, не страдают, кровь не пускают, значит, мышцы не напрягают. Это зрители. На стадионе денег заплатил, пришел на стадион, сидит, смотрит кино. А есть люди, которые участники игры. Они бьются на льду, они там потеют, они стараются достичь результатов. Они активные ребята. А есть люди, которые еще создатели игры. Они создали игру и, значит, позволяют другим людям либо быть зрителями, либо быть создателями, либо быть игроками. Такая интересная вещь. И есть еще такая вещь, как свобода выбора. То есть, вы на самом деле можете принимать решение быть зрителем, быть игроком и иногда вы принимаете в играх участие, которые вы вообще не хотите в них играть. То есть, вас, например, загребли в армию, и вы не хотите в этой армии находиться. И вы из-под палки там, значит, чистите газон, там сапоги чистите, бегаете по рамам, против своей силы и против своего желания. Так вот, фишка в чем? Ребят, здесь вас никто не заставляет тут находиться. Вас сюда не из-под палки притащили в TalkFusion, вас не заставляет здесь находиться. И если вы уже тут находитесь, то вы определитесь, вы находитесь, потому что вам это нравится, потому что вы хотите тут достичь каких-то целей, или вы просто пришли радио послушать. Я не радио. Я бы на вашем месте, если вы не хотите, то есть я сегодня буду говорить о совершенно реальных вещах, как зарабатывать деньги в этом бизнесе, как преуспевать. Так вот, если вам просто делать нечего, ну на самом деле, ну вы не будете это применять в жизни, тогда вы лучше идите с девушкой своей в кино сходите, там время нормально 4 часа, там в ресторан сходите, лучше займитесь делом каким-нибудь, таким, который вам нравится. Потому что смотрите, как интересно, 26 человек, а ответило мне 6 или 7, а остальные это что, или вы меня не слышите, или что вы тут делаете тогда. То есть я задал простой-простой вопрос. Если вы хотите, чтобы я вам рассказал Diamond Rush, это тогда будет, я уже забыл, что это будет, это будет, я уже забыл, что я спросил, но не важно. Поэтому принимайте участие в том, просто в общении принимайте участие. Договорились? Не спите, не сидите, не тормозьте, ребят. Вы сюда пришли. Так, Лёх, let us have Diamond Rush at first and then answer the question. Хорошо, так и сделаем, так и сделаем. Я вредный, видите, я вредный, я начал с головомойки. Так, я вас понял. Спасибо, что вы меня записываете, потом, если можно, запись мне пришлите. Окей. Ну хорошо, ребят. Давайте тогда начнем. Погоня за бриллиантом. Бриллиант – это такой желаемый статус в компании TalkFusion, когда вы начинаете зарабатывать… Итак, бриллиант – это такой желаемый уровень в компании, когда вы начинаете зарабатывать 2500 долларов в неделю. Если вы посчитаете, это где-то 120 000 долларов в год, это уже такая неплохая жизнь. И я хочу сказать, что дальше, если вы выйдете на такие доходы, то дальше вас из бизнеса TalkFusion палкой не выгонишь и вам захочется двигаться, двигаться, двигаться туда наверх, наверх, наверх и достигать совершенно новые статусы. И я могу сказать вам, что для кого вообще бизнес TalkFusion, чтобы вы не сразу как бы правильный приоритет расставили вообще с теми людьми, с кем вы будете общаться, работать и так далее. То есть, если человек уже конченый, то есть, если у человека нет стремления, нет мечтаний, если человек, как это сказать, ну, знаете, его всю жизнь устраивает, он работает на дядю за 500 долларов, да, то как бы и ничего не хочет достигать в жизни, то это не для него. На самом деле, бизнес TalkFusion для тех людей, кто хочет что-то достичь в этой жизни. То есть, допустим, у вас не было в жизни возможности зарабатывать хорошие деньги, у вас его просто не было. Не было такой системы. Вы не музыкант какой-то известный, вы не писатель, вы не программист какой-то крутой, которому платят авторские гонорары за изобретение каких-то там хитрых математических кодов там, да. То есть, у вас нету, вы не Мадонны, вы не Кэти Перри, например. То есть, Кэти Перри там песню написала, исполнила, 100 тысяч баксов получила, но вы не Кэти Перри, у вас нету. Вы песню, которую напишете, вас домой не пустят. Ну, то есть, вот такого плана. И вы тот человек, который ищет возможность, как же все-таки вам пролезть в этой жизни на деньги, к деньгам, как стать успешным, как стать человеком, который ходит в магазин и покупает то, что ему нравится, а не человек, который ходит и говорит, ну это не для меня, я не могу себе купить, например, там еду там за такие деньги, в таком ресторане походить, я пойду в Макдональдс, типа чего-то такого. Поняли? То есть, фишка в том, что вы устали быть обычным человеком и вы хотите быть необычным человеком, да, необычным с точки зрения финансов. То есть, вы хотите иметь эту финансовую свободу, ребят. Я могу сказать, когда люди сидят в тюряге, да, они там роют подземные ходы, они там потеют, они там бьются на то, чтобы выйти на свободу, знаете, смотрели все шпионские фильмы, вот. Если вы думаете, что сюда вы пришли и одно то, что вы сюда зарегистрировались, это уже позволит вам, значит, все, бабки сдал, пакет себе купил профессиональный. Ребят, могу сказать так, если мозгами вы не будете на профессиональном пакете, то вы никуда не сдвинетесь. То есть, первое, что вам нужно, то, что применять то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, применять применять. Применять, понимаете. Бить не зрителем, а человеком, который это применяет. И, на самом деле, биться за это свой успех. Биться, понимаете, в прямом смысле этого слова. Не сидеть что-то там у моря погоды ждать, а это, на самом деле, такая прикольная, ежедневная активность, которая, на самом деле, вас выведет к этим бабкам. Поняли? Все, поехали. Значит, я буду все рассказывать простыми словами, чтобы было все предельно понятно, без всякой галстучной такой лирики. И так далее. Значит, на самом деле, бриллианты можно закрыть гораздо быстрее, чем за 200 дней. 200 дней, это Бобрейн просто поиздевался над людьми, размазал, значит, знаете как, машины, когда выпускают автомобили, они ездят с какой-то средней скоростью. Но, на самом деле, они могут быть медленнее ездить, могут быть быстрее. Они подстраиваются под водители, знаете, адаптивные коробки и так далее. Так вот, на самом деле, 200 дней, это такая среднечковая скорость. 200 дней, среднечковая скорость. Если вы хотите, если вы как ракета, то, ребят, на самом деле, вы можете закрыть бриллианта и за где-то за 120 дней или за 90 дней, если на самом деле будете следовать системе, о которой я сейчас буду рассказывать. Поэтому это не надо ждать там моря погоды 10 лет. Окей, поехали дальше. Это очень хороший вопрос. На самом деле, я раньше думал, что это не сильно важный вопрос. А на самом деле, он открывает мечту. Понимаете, какая интересная фишка. Если вы не знаете, куда вы потратите эти деньги. Я вчера, знаете, разговаривал с одним парнем, он вообще не видит, как он может зарабатывать 50 тысяч долларов, ребят, в неделю. То есть, я тоже самое, когда пришел в TalkFusion, я совершенно не понимал, как можно такие бабки зарабатывать. И вообще, возможность существования таких денег за такой короткий период времени просто сносила башню. Значит, понимаете, какая интересная вещь. Если человек долго находился в нищенском существовании, если он долго голодал, если он долго, например, находился без машины или если человек долго находился там без женщины, то у него начинает, ну как, он уже вообще не верит, что он может там найти женщину или найти деньги, или покушать досыта, да. То есть, это какая-то есть точка, за которую, допустим, человек, да, вот у него были деньги, были, 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 а потом бац, и у него их нет. И у него их нету достаточно долго. У него нету их год, у него их нету два, у него их нету три, у него их нету десять лет и все. И он уже не верит, что он может зарабатывать две с половиной тысячи долларов в неделю. Ребят, я бы вам на самом деле посоветовал, вот здесь я бы вам посоветовал, если вы чувствуете, что у вас какие-то тормоза, понимаете, если вы вдруг, я сейчас с точки зрения философии скажу, значит, если вы себе разум не откроете, понимаете, какая вещь. То есть, когда человек долго сидит без денег, он начинает потом уже не только, не только не верит в то, что эти деньги можно заработать, он начинает делать все возможное, чтобы эти деньги не заработать. Понимаете, вот обратный механизм включается. И люди на самом деле, ребят, у меня в команде через меня прошло сто пятнадцать тысяч человек там, какой-то туда-сюда, это не важно. Но важно вот, что через меня прошло огромное количество людей. Представьте, с каким количеством я людей еще переболтал. И я могу вам точно сказать, что когда человек доходит до какой-то точки, когда у него нет денег, долго достаточно, после этого он начинает делать все, чтобы останавливать поток денег. Обратный механизм, он начинает сам себя разрушать и сам себе не дает заработать деньги. Я это называю, люди делают все возможное, чтобы не зарабатывать и не иметь деньги. Все возможное. И путей для этого миллион они изобретают. Поэтому, чтобы вам, чтобы вам это как бы чуть-чуть самим себе помочь, поделайте такое упражнение. Сходите в дорогие магазины, посмотрите дорогие автомобили, возьмите тест-драйв, покатайтесь на них. Сходите, посмотрите, я не знаю там, дорогие особняки, съездите в дорогие районы. Чтобы у вас как бы немножко уровень обладания, вообще возможность обладания такими деньгами расширилась. Понимаете? То есть, на самом деле у вас есть система, которая позволит вам зарабатывать такие большие бабки. Вам к этому просто надо чуть-чуть открыть свой разум. Так? И дальше себе напишите лист желаний, что бы вы хотели. Что бы вы хотели в жизни? Вот представьте, у вас море денег. И у вас у каждого есть лист желаний? Давайте так напишем. Ребят, поставьте мне пятерочку, у кого из вас есть лист того, что вы хотите иметь с датами. Например, там машина такая-то, дата такая-то. Например, свадьба на водопадах в Южной Африке такая-то, вилла такая-то, тра-та-та, тра-та-та, чтобы у вас были даты обладания, дата обладания, дата обладания. У кого из вас есть? Это очень сильно поможет, поэтому это то, что вас будет двигать в этом бизнесе, ваше желание. Если у вас этого нет, то просто сегодня же сядьте, нарежьте фотографии там из интернета, распечатайте красивые фотографии. Бо Брэйна, например, вот он болеет, вот он любит вот этих собачек. Если были у него в офисе, у него там, по-моему, ее Мэнди зовут, эта собака, у нее крокодила и лапу откусила, там и челюсть пришивали. Но фишка в том, что он любит животных, и он у него, значит, в кошельке, у него вот эти фотографии животных, там, клиники, и вот он работает, он раз так, так, допустим, все надоело, раз, открывается кошелек. О, блин, надо собачкам дальше помочь. Раз, кошелек закрывает, это дает ему опять львиную долю энергии, и он дальше пройдет как трактор. Вот, у вас что такое, есть или нет? То есть, вот, ваши пятерки это, и потом, смотрите, здесь 26 человек. И, ребят, опять-таки, я ожидаю, что вы все голосуете, а не просто сидите с зрителями. Список есть без дат. Значит, это, поставьте даты. Почему? Это очень важный вопрос, то, что я вам сейчас расскажу. Как работает человеческий разум? Вообще, вы понимаете, что мы создатели, вот то, что я сейчас вам расскажу, вы очень мало где прочитаете. И это то, что отбивает у людей напрочь, отбивает у людей напрочь. Смотрите, какая важная вещь. Вся эта вселенная, вся эта планета, она созданная, понимаете? Она созданная. Например, вот эта картина «За моей спиной», она создана. Значит, вот эта тряпка, на чем это, холст, на чем это все нарисовано, эта штука тоже создана. Стена вот эта, американский этот дом, который стоит на пирсе, он тоже создан. Кресло вот это, которое красное, брутальное, оно тоже создано. Нет ничего того, что здесь не было бы создано. Понимаете? То есть, сначала вы в своем разуме это создаете, потом вы это имеете. Вы согласны со мной? Так вот, и получается интересная вещь. Человек говорит, я разбогатею, да? И он живет. Я разбогатею, да? И он живет. И вот этот как бы в будущее, все время вот эта идея, она уходит в будущее у него. Я разбогатею, наступает завтра, он опять разбогатеет. Он никак и не может разбогатеть, потому что его этот постулат, потому что вот это, оно все время убегает куда-то в будущее. На самом деле, или, например, человек говорит, у меня ничего не получается. Ребята, у него на самом деле ничего не получается. Вы очень осторожно следите за теми мыслями, которые вы сами себе нагружаете. Они имеют командную силу. И они имеют силу, ну как бы реализованность, реализация в жизни. Что вам нужно сделать? Это, например, создавать позитивные мысли. Направьте себе, как бы приучите себя следить за тем же, о чем вы тут базарите у себя в голове, да? И придумывайте себе позитивные мысли. То есть, допустим, я богатею. То есть, я богатею, я создаю империю, я создаю крепкую команду, я создаю команду из классных активных ребят. Я зарабатываю деньги, да? То есть, я занимаюсь сейчас любимым делом. Я учусь делать это лучше и лучше. То есть, ваши все постулаты относительно хороших вещей должны быть в настоящем времени. Я зарабатываю себе на новой Мазерате. Не я заработаю Мазерате, понимаете? А я зарабатываю на новой Мазерате прямо сейчас. Я создаю классную команду, понимаете? То есть, когда в этом фишка. То есть, если я буду художником или я перестану курить, да? И он так и никогда не перестает курить. Он так и курит, как паровоз. Окей, врубились в тему? Я просто прошу вас понять одну простую вещь. Это запомните. Это то, что надо создавать позитивные постулаты. И они действуют должны в настоящее время. Все. Значит, так, что тут написано у нас? А, вот это очень важный слайд. Это то, что будет либо делать ваш… Значит, это так. Ваш бизнес либо будет большим, либо он будет маленьким. Либо он будет большим, либо будет маленьким. Значит, я сейчас кое-какие вещи вам внесу. В мире управления существуют два понятия. Фаза 1 и фаза 2. Я сейчас объясню, что это такое. Вы открываете свой собственный бизнес. И у вас нет ни одного штатного сотрудника. И вам самому все приходится делать. Вы сами и рекламу даете, и на звонки отвечаете. И вы за бухгалтера, вы за доставку, вы за упаковку. Вы и полы моете сами, и табличку на дверь вешаете. То есть, у вас нет персонала. Вы все делаете. Фаза 1 – это когда вы всю работу делаете сами. Всю-всю-всю чертовское тяжелое. Всю-всю работу делаете сами. Фаза 1 также затрагивает еще момент, что вам нужно себя немного подучить. То есть, когда вы сами учитесь, сами осваиваете. И вот вы сами все делаете. Это называется фаза 1. Фаза 2 – это когда вы берете помощника, обучаете его и передаете ему часть ваших обязанностей. И он их начинает потом делать. Это называется фаза 2. И получается очень интересно. Это понятно. Я приведу пример в бизнесе. Вы продаете обувь. Вы открыли магазин. Вот когда вы его открыли, у вас еще нет помощников. Это фаза 1. Как только вы, например, наняли первого менеджера, который стоит у вас в торговом зале, вы ему дали обязанность встречать гостей, улыбаться, подавать им кофе, мерить им ботинки, давать им комплименты, помогать их подводить к кассе, то это называется уже фаза 2. То есть, этот человек уже пополняет часть работы за вас. И с точки зрения сетевого бизнеса здесь то же самое. Ваша задача пройти эту фазу 1 самому, быть компетентным, потренироваться и очень быстро перейти в фазу 2. То есть, ваша задача это находить много новых людей и обучать их. Обучать их простым действиям, которые нужно делать. Если ваши люди будут кто в лес, кто под рова, то вы денег здесь не заработаете. Исходя из этого, здесь есть на самом деле простые шаги, которые нужно делать. И если вы будете обучать людей делать эти простые шаги, не просто их подписывать в бизнес и забывать про них, а вы будете их регистрировать в бизнес и контролировать на первых парах, чтобы этот человек прошел свою вот эту как бы обучительную штуку. То есть, вы таким образом сможете перейти в фазу 2 и ваш бизнес будет сам вам приносить деньги. Это очень важно то, что я вам рассказываю. То есть, получается, вы же не оставите человека, который у вас стоит в салоне обуви. А, пришел на работу, ну все, вот это твое место, тут фигарь, короче. Нет, ребят, вы его взяли так вот за шею, да, так вежливо и начинаете, вот это надо вот так делать, вот это надо вот так делать, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так. Если вы сами изобретаете велосипед, то вы тоже будете обучать своих людей изобретать велосипед. Как это чувствуется? Щупается. Почему люди не зарабатывают деньги в толпе ужин? Давайте разбираться. Например, у меня есть девочка в Аргентине, она зарегистрировалась, и я ей, значит, звоню, ставлю ее на путь истинный, объясняю ей четыре шага, о которых мы сегодня будем говорить. Она говорит, поняла, поняла, мы сделали с ней ряд звонков, все, зарегистрировали пару человек, все, я опять отъезжаю, я не могу с ней 24 часа в сутки находиться. Все, опять открываю бэк-офис, регистрации нет. Я опять ей звоню и говорю, слушай, я ей говорю, Оксана, слушай, ну все классно, а чем ты занимаешься? Она говорит, ну как, ты знаешь, у нас презентация, мы сидим, записываем, а мы клеим, как она говорит? Короче, она сама не может прочитать презентацию по слайдам, она решила где-то записать кого-то, записать кусочками эти слайды и сидит, склеивает это как звуковой фильм, значит эту презентацию с чужих каких-то высказываний. Ну настолько бред, такой бред. Это трудно представить себе. То есть ей дали готовую презентацию, но ты хоть как-то топорно прочитай эти слайды и все будет понятно. Так нет, она сидит, вместо того, чтобы регистрировать людей, вместо того, чтобы позвонить своим друзьям, вместо того, чтобы помочь им зайти в бизнес, она сидит вот этой хренотенью страдает. За эти деньги ей не заплатят, мало того, она всех обворовывает, она себя обворовывает, меня обворовывает, компанию обворовывает, она делает вообще не то. Понимаете? Второй пример. Вчера я разговаривал с парнем, зашел на элитный пакет, неделю колбаса, ни одной регистрации. То есть там достал какого-то там двенадцатого поколения. Я ему говорю, Леша, а чем ты занимался все это время? Ребят, человек пошел, стал создавать сайт. Стал создавать сайт для продвижения TalkFusion. Полный бред. Вам вообще не нужны никакие сайты, вам все дали уже, вам дали уже всю платформу для работы. То есть человек просто не понимает, что надо делать, и поэтому думает, что он сейчас создаст сайт, люди будут звонить ему. Это все, ребята, кривые вещи. Поэтому здесь есть один единственный прямой путь, который приводит к бабкам. И он настолько простой, и он не требует никаких созданий сложностей. Это очень важно. Поэтому, если вы и ваша команда действует по системе, то у вас куча денег. Значит, смотрите, теперь я хочу, чтобы вы немножко поняли, откуда берутся большие деньги. Представьте, что у вас команда тысячи человек. Вот просто она у вас тысяча человек. Если у вас все действуют по одинаковой системе, все по одинаковой системе, то в эту минуту у вас тысяча человек сделает тысяча звонков. Понимаете? То есть, если у вас все будут делать тысяча человек неправильно, то у вас этот пойдет сайт создавать, этот рекламу на радио подавать, этот пойдет в ночной клуб с телками, значит, там он там будет. Вот у меня один друг, ну как друг, он партнер Токфюжн, он просто в Сочи открыл ночной клуб. И он думает, что то, что он откроет в Сочи ночной клуб и с девчонками будет там жарить спирт, значит, это приведет к тому, что бизнес Токфюжн расширится. Вы понимаете, это полный бред. Вы понимаете, вот эти кривые идеи ни к чему вас не приведут. Ни к чему вас не приведут. Я хочу с вами сейчас проделать одно упражнение. Оно называется упражнение на воспроизведение. Понимаете? Я вас попрошу попросить одно движение, и когда вы повторите это движение, вы поймете это движение. Так вот, фишка в том, что я... Почему мы это проделаем? Потому что я вам буду рассказывать сейчас, как делать этот бизнес. Вы меня опять послушайте, вы не воспроизведете и пойдете изобретать велосипед. Ребята, вы вот так вот можете сделать? Два раза. Вот здесь вот я вижу пару человек. Можете? Вот так вот можете сделать? Спасибо. Это называется воспроизведение. Понимаете? Получается интересная вещь. Когда вы повторяете фразу другого человека, вы ее понимаете. Вот если вы хотите с кем-то наладить отношения, с кем-то наладить отношения, ради прикола, повторите с той же эмоциональной окраской, с той же выразительностью, с тем же выражением лица, с тем же уровнем эмоций то, что он говорит. Например, на вас ваша девочка кричит, ты козел марафонский, пошел нахер, придурок, больше с тобой общаться не буду и так далее. Возьмите, повторите эту фразу. Мало того, что вы ее поймете, во-вторых, вы просто поржете в душе. Вы ее лучше поймете. Или еще вам пример приведу. Вот я когда был ребенком, мне иногда прикалывало, да, я смотрю, идет человек, да, и он прихрамывает. И я просто шел за ним, думаю, интересно, как он себя чувствует. Это очень интересное упражнение. И я за этим человеком шел так, ребенком я был, да, и я за ним шел и прихрамывал. Ребята, вы представляете, привет, классно у тебя, классно у тебя песочные часы. Это мне времени столько осталось, да. Так вот, и я начинал понимать, я начал чувствовать, где у этого человека мозоль. И на самом деле проблема у него была не в ноге, а проблема у него была потому, что у него болел, ну, болел желудок очень сильно. Это очень интересно. Попробуйте. Попробуйте. Вот идет человек, вы просто, я, ну, просто, это называется повторить, это называется воспроизвести. Я не знаю, что-то сегодня я вам необычные вещи рассказываю, но вам это поможет. И идея, в общем, вот к чему сводится. У вас тысяча человек. Если у вас все действуют одинаково, у вас тысячи Макдональдсов, тысячи Макдональдсов и у вас там тысяча менеджеров в этих Макдональдсах действуют одинаково, нажимают одинаковые кнопки. У вас бизнес непотопляемый. Но если у вас тысячи Макдонандсов и там полный бардак действует, то куда у вас бизнеса нет. Итак, теперь к статистикам перейдем. Представьте, у вас тысяча человек в день делают тысячи звонков, хотя бы один звонок в день делают. Это означает, что у вас сделаны тысячи звонков. Это означает, хотя бы 10% этих людей придут на презентацию. Это означает, что у вас 100 человек будет на презентации. Это означает, из 100 человек на презентацию, сколько людей зарегистрироваться. При самом хреновом раскладе 10 человек. То есть вот вам, пожалуйста, вы заработали свои 250, 750 или полторы тысячи долларов за один день. А теперь представьте, что если эти ребята, они делают по 10 звонков в день. То есть у вас команда 1000 человек, каждый делает 10 звонков. У вас 100 тысяч звонков, то есть у вас 10 тысяч звонков, у вас 1000 человек на презентации, у вас регистрируется 100 человек. Вот вам, пожалуйста, у вас 2500 долларов, 7500 долларов или 15000 долларов доход ваш за один день. Вы понимаете, куда вам нужно идти? Я специально вам называю эти числа, чтобы вы двигались в сторону больших чисел. Ты вопрос хотел задать? Давай-давай, без проблем. Привет. Ребят, я открываю вам микрофон. То есть у нас такой даймонд траж не в одну сторону, а в две стороны. Вот. Меня, когда я начал этот бизнес, меня именно эти числа и завораживали. Меня именно это и привлекло сюда. Именно из-за этого я распилил свою нефтебазу и прекратил заниматься бензином. Потому что там такого масштаба деятельности нет. А теперь представьте, что у вас не 10 тысяч человек, а у вас 100 тысяч человек в команде. 100 тысяч. 100 тысяч. И каждый хотя бы сделал по 10 звонков. И каждый хотя бы сделал, понимаете, показал презентацию и зарегистрировал. У вас начинается совершенно сумасшедший доход. Поиграйте с этими числами. Так вот, фишка в том, что вам нужно самому понять простые шаги, простые шаги, которые надо делать. И обучать людей простым шагам, которые нужно делать. Понимаете? Простым шагам. Я понимаю, например, что в России каждый человек, он, знаете, он мастер-фломастер. Он умеет все делать. То есть любого русского бери, он тебе и кузнец, и жнец, и на дуде игрец, и еще в шахматы тебя обыграет, и еще герой-любовник, и все такое. То есть он все умеет делать. Но такая жизнь в России. В Америке, например, все совсем по-другому. То есть, если вам нужна одна формулировка, допустим, вот я тут сталкиваюсь с такими интересными вещами. То есть человек там закрутить болт, закрутить болт, да? Он говорит, нет, это профессиональный вид деятельности, я его не буду делать. Наша компания вам это не сделает. Ребята, там болт, стенку закрутить надо. Он говорит, нет, нет, нет. Мы не будем нести ответственность за тот болт, который мы вам занесем. Вот, ну, грубо говоря, компания, ну, я не знаю, там, вот они окно вставили, да? А вот болт они уже не вставляют. Я говорю, ребят, вы что, с ума сошли, болт закрутить? Не, 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 тут нужна экспертная оценка, какая у вас стена. Тут нужно снять, значит, справку, что вас это, значит, не возражает, что тут будет дырка. Если мы сейчас внесем, будет ответственность, потом нам предъявятся штрафные санкции, мы влетим на 100 тысяч баксов. Ну, нахрен, мы этот болт закручивать не будем. Русский бы дядя Вася, давай, 5 баксов дашь, давай, сейчас тебе дырку профигаю, сейчас тебя замутим. Понимаете, да? То есть, итак, наша работа простая, всего 4 шага. Ребят, вы если это поймете, то ваша жизнь, она на самом деле состоит из этих 4 шагов. Ничего-то сложного тут нету. 4 простых дурацких шага. Значит, кстати, вчера я спрашиваю одного парня, как ты людей приглашаешь на презентацию? Он звонит и говорит, тебе деньги нужны. Это то же самое, как девчонке позвонить и сказать, слышь, ты хочешь потрахаться? Ну, то есть, примерно, у меня другого в голове вообще не возникает. То есть, когда человек вот так вот топорно, например, приглашает людей, вот так вот топорно, это вообще просто бред. Ладно, я вас научу быть немножко таким, более таким романтичным. Итак, 4 шага. Скажите, пожалуйста, ребят, вот у вас у всех есть друзья, у вас у всех есть знакомые, у вас у всех есть какое-то прошлое, ваши классные люди, да? Вот скажите, у вас есть ребята, с которыми вам было бы интересно, вот вам охота в магазин сходить с ними пошариться, в кино, пойти в баню попариться. У вас есть такие люди? Вот поставьте мне единичку. Вот поставьте мне единичку те люди, у которых есть друзья, шлаг 20, с которыми вы могли бы пойти в баню, в магазин сходить. Девчонки там, пошли по магазинам, пошляемся. Или кому вы парни звоните, говорите, слушай, пошли там в кино сходим, пошли пиво попьем. У вас есть такие люди? Есть. У вас у всех есть такие люди. Вам, смотрите, что происходит. В ТОЛК ФЮЖЕН я наблюдаю за людьми, которые непрофессионально подходят к делу. Мальчишка, 22 года, зашел в бизнес, да? Он думает, он зашел на скреб 750 долларов, зашел в бизнес. До этого он ходил в кроссовках, до этого ходил в майке, в кепке, там, да? И тут зарегистрировался в ТОЛК ФЮЖЕН, и все, и жизнь поменялась. Он надел галстук, костюм, ботинки, и поменялось тут же его общение. Раньше он, например, звонил своему другу Вася и говорил, алло, Вася, привет, привет. Слушай, пошли пиво попьем, и шары в боулинге погоняем. Тот говорит, а, пошли. Нет, на следующий день он зарегистрировался в ТОЛК ФЮЖЕН, одел галстук и говорит, и этому же человеку звонит и говорит, добрый вечер, это Василий. Вы хотите, ты хочешь, вы хотите деньги заработать. Ну, то есть, какой-то бред. Ребят, будьте самими собой. То есть, вы, когда будете сейчас звонить вашим людям и куда-то их приглашать, вам нужно быть самими собой. В какой-то степени успех моего бизнеса в том, что я сидел дома, как вот ходил в майке дома, да, так я и делал этот бизнес в майке. Я был самим собой, меня все видели в этой майке, и я также сидел и фигарил этот бизнес в майке. Не надо ничего сильно менять, это очень все просто. Считайте, что вы просто подключаете людей на Mail.ru, вот и все, на Video Mail.ru, что-нибудь такое. Делайте это, будьте естественными, не надо ничего вдруг сразу резко менять. Вы будьте сами собой, только будьте лучшими самими собой, будьте активными сами собой, будьте позитивными сами собой, будьте более наглыми, будьте более деятельными, будьте более позитивными, но будьте сами собой. Значит, звонишь этому человеку, вот ваши друзья, вы с ним вчера пиво ходили пить, звонишь им и говоришь, слушай, Толян, здорово, я есть полминуты, да. Слушай, я тут начал бизнес один, ты мой друг, да. Мне нужно твое мнение вообще. Мне нужно твое мнение, понимаешь, и нужен твой совет, как это лучше двигать. Ты можешь мне уделить 20 минут? Ты можешь уделить мне 20 минут, посмотреть, как это выглядит. Прикиньте, какая-то классная тема для приглашения. Одно дело, вы ему звоните и говорите, Толян, привет, тебе бабки нужны? Прибегай. Он, во-первых, напряжется сразу, елки-палки, его куда-то втягивает. А во-вторых, слушай, Толян, ты знаешь, у меня долго работы не было, да. Я тут начал одно дело, ты мой друг, мне нужно твое мнение. Можешь посмотреть 20 минут и дать совет, как это лучше двигать, как к этому лучше подойти. Насколько это крутая форма для приглашения, вы даже себе представить не можете. Потому что, я вам сейчас расскажу такую вещь. Значит, давайте так, 4 шага, давайте вот этот слайд очень важный. Здесь 4 шага. Пригласить, показать, поговорить, познакомить со спонсором, ответить на вопрос и включить человека в работу. Так вот, вы должны настолько это легко делать, легко, незаметно, незаметно, понимаете? В жизни так и происходит. Вы в жизни делаете эти 4 шага. Отключив комнате экрана, твой голос рвется. А, ладно. А я просто, когда вижу людей, я вижу, как будто я с живыми людьми разговариваю. Мне приятно смотреть, что я с живыми людьми разговариваю. Значит, смотрите, когда... Поднимайте к себе, кстати, скорость интернета, ребят. Ваш голос будет ничего не будет рваться, если у вас нормальный интернет. 20 мегамитет, поставьте себе. Итак, в жизни вы звоните своей подружке. Алло, Алло, Жан, привет, привет. Слушай, мне скучно, пошли по магазинам, пошаримся. У меня денег нет, но хоть посмотрим. Она, ну, пошли. Раз, вы с ней ходите там, в кино зашли туда-сюда, погуляли. Смотрите, вы ей показываете, чувствуете, вы ее притащили. Раз, пригласили без напряга, показали ей, ходите там по выставкам, по магазинам, шляетесь, да? Дальше. Вы видите, как это легко? Дальше вы друг другу там отвечаете на вопросы, на какие-то. Дальше что? Вы ее регистрируете на какую-то следующую с ней встречу. Слушай, ну давай в следующий раз там, если что, у тебя будет время, созвонимся. Ну, давай. Точно так же и здесь, ребят. Точно так же здесь. Будьте естественными. Если у вас будет вот эта естественность, она непотопляемая. Вы не будете что-то такое необычное делать. Поэтому, ваше приглашение должно быть естественным. Как бы я пригласил свою сестру, которая там, да, пожалуйста, вот вам вариант. Алло, Вер, привет, привет. Слушай, я начал бизнес, ты толковая, деловая, ты гораздо успешнее, чем я, да? И мне нужен твой совет. Как это лучше, понимаешь, как это лучше людям рассказывать? Ты можешь мне, ты можешь найти 20 минут мне, как бы, ну, как бы, посмотреть на это, да, и дать мне рекомендации. Или второй вариант приглашения. Вы звоните своему другу. Это называется непрямое приглашение. Вы звоните своему другу и говорите, слушай, Вась, привет, привет. Ты знаешь, я знаю, что ты бизнесмен, там у тебя все классно, да? И я тут тоже начал бизнес. Ты мне можешь порекомендовать вообще двух людей, которые хотели бы зарабатывать 100, 200, 300 долларов каждый божий день? Звучит невероятно, но это факт. Вот. Но мне нужны два толковых человека, которые хотят, хотели бы иметь работу, хотели бы иметь работу. Он говорит, а что это такое? Тогда вы можете сказать, тебе это самому надо, или ты просто хочешь лучше понимать, что я делаю, и потом мне людей порекомендовать. Он говорит, да, я хочу лучше понимать, что ты делаешь. Хорошо, ты нашел бы 20 минут на это дело посмотреть, и потом мне дать свои рекомендации и сказать свое мнение. Понимаете, вы очень часто губите людей тем, что вы их приглашаете напрямую. Напрямую. И они начинают чувствовать себя, что вы как акула за ними охотитесь. Что такое акула? Я вот тут начал понимать водный мир во Флориде. Я поймал, кстати, две недели назад и нагло сожрал, заявляя, сожрал. Акулу, метр двадцать мы поймали акулу. Очень вкусная, кстати. Первый раз в жизни ел. И я хочу сказать, что я прям видел, понимаете, когда вы на пирсе, когда приходит акула, ее видно. Ночью, например, включаешь прожектор, и на свет приходит очень много рыбы. Приходит маленькая сначала рыба, потом покрупнее, и потом вот такие тени в воде. То есть, такие огромные тени в воде, которые прям там бурлит, это все начинает охота. И потом, и потом вы, и потом приходит акула. Вы не представляете, вся рыба в рассыпную. Я раньше не понимал вот этот термин, да. А сейчас я вам его доношу. То есть, когда вы, как охотник, вы хотите зарегистрировать людей, вы за ними начинаете охотиться, вот так. От вас люди отворачиваются, вы теряете общество, вы в вакууме находитесь. И очень часто люди, которые, например, там делают бизнес, там, неделю, две, три, обзвонили всех своих друзей совершенно по-топорному, потом вдруг осознают, что они находятся в вакууме, а людей-то вокруг них нету. Нету людей, все одних раз отворачиваются и больше не подходят к телефонам. Почему это происходит? Это происходит, потому что вы приглашаете людей по-топорному, потому что вы не спрашиваете мнения людей, потому что вы не спрашиваете их рекомендации, а вы за ними, у вас, за ним, вот вам этого надо зарегистрировать. И ваши люди начинают себя чувствовать, как будто вы за ними охотитесь, как будто они на охоте. Вам бы это понравилось, если бы вам звонил какой-нибудь дистрибьютор Mary Kay, или дистрибьютор M-Way, и начинал вам впаривать эти ваши баночки. Вы бы, слушай, опять этот чмошник мне звонит, да ну его нахрен. Поняли, да? Ваше общение должно быть очень ненавязчивым. Чем незаметнее ваше общение, чем незаметнее ваше вот это продвижение, легче, как бы, да, легче. Более легкие касания, тем гораздо легче. Поэтому, вот такая модель приглашения, когда вы, слушай, алло, Верусь, привет, привет, я начал бизнес, мне нужно твое мнение, потому что я не знаю, как это лучше подавать, ты с людьми работаешь, ты можешь мне найти 20 минут, посмотреть на это и дать свои рекомендации. Она, да, она подъезжает, вы ей показываете презентацию, она ее смотрит. И она вам начинает высказать, слушай, а тема-то классная, тема-то классная. Слушай, ну, сама я не знаю, но у меня есть два человека, кому бы это заинтересовало. То есть, получается, ребят, получается интересная вещь. Вы хотите денег быстро, вы хотите денег в денег уже прямо сейчас, вот оно. И поэтому вы так, вам надо быстрее, 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 быстрее. Ребят, на самом деле так не происходит. Расслабьтесь, расслабьтесь. Вы займите точку зрения не человека, который старается быстрее, быстрее бабки нахапать и быстрее, быстрее закрыть свой статус и быстрее, быстрее, быстрее. Вы это делать должны быстро, но вы это должны делать с расстановкой, успокойтесь. Все получится. Итак, вы сюда пришли надолго, расслабьтесь, делайте это красиво, профессионально, общайтесь с людьми, мягкие касания. И запомните простую сразу вещь, что люди иногда регистрируются не с первой презентации, не с первой, а со второго касания, с третьего касания, с четвертого касания, с пятого касания. Есть люди, которые регистрируются с десятого касания. Поэтому это нужно осознать. Ну, вы хотите быстрее, но иногда это работает дольше. Итак, сейчас я вам расскажу, как приглашать людей. Допустим, вот я стою около продуктового магазина, у меня Mercedes, на нем написано TalkFusion. Тетя ко мне подъезжает, ну, останавливается тетя и говорит, слушай, а что это такое TalkFusion? Я говорю, это система ежедневного заработка, 100-200 долларов каждый день на рынке видеокоммуникации. Привет. Она говорит, это интересно, я как раз себе ищу что-то новенькое. То есть, этот человек, он хочет, он ищет что-то, да? То есть, ему можно сразу напрямую в лобешник что-то предлагать. Хорошо. Я говорю, вы найдете 20 минут посмотреть информацию в интернете? Она говорит, да, найду. Хорошо, вот вам моя визитка, вот здесь адрес нашей презентации. Она говорит, хорошо. Тетя посмотрела, после презентации я ей говорю, текст я вам скажу, как его говорить. Она говорит, все понятно, Trumpam, она зарегистрировалась. Так, а когда вы звоните по вашим людям, совершенно не факт, что им нужна работа, что они что-то ищут. Поэтому вы просто спрашивайте их мнение, могут ли они вам кого-то порекомендовать. Не надо, давай сюда, давай деньги, давай сюда. Поняли? Не прямое приглашение. Ну и так уже все врубились. Будьте естественными. И вам здесь нужно взять позицию, что вы здесь как, скорее как фермер, как учитель, как просветитель, как человек, который просто дает информацию. Вам нужно отделаться, отделаться своим сознанием от результата, что лишь бы зарегистрировать этого человека. Отделаться от этого надо. У вас должна быть, вам должно быть фиолетово. Зарегистрировался он или не зарегистрировался. Мне фиолетово, верите? Будете вы работать или не будете? Точно так же я отделался от этого результата. Отделался от этого эффекта. То есть, я могу сказать, что я и вы начнете получать удовольствие, вот это самое важное, от жизни, от работы в TalkFusion. Как только вы, вот допустим, вот допустим, Вася, понимаете, Вася, вот у меня такая демонстрационная корова. Вот вы сидите с этим Вася, и вы его хотите зарегистрировать. Когда вы его не зарегистрировали, понимаете, сторона, когда вы его не зарегистрировали, то вы расстраиваетесь, и вы падаете по настроению, вы чувствуете себя каким-то подавленным. А если вам вообще пофигу, зарегистрируется он или не зарегистрируется, то вам вообще, у вас идея, вам просто ему хочется рассказать об этом. Просто рассказать, чтобы помочь ему понять это, помочь ему врубиться в это. Как только вы такую точку зрения возьмете, то вы перестанете расстраиваться, то вы будете получать 33 удовольствия от этого. И, кстати, я могу сказать, что люди, которые имеют такую точку зрения, они из бизнеса TalkFusion не уходят, потому что вам тут кайфово. Но фишка заключается в следующем, когда люди начинают видеть в вас человека, который не пытается лишь бы зарегистрировать, а видит в вас человека, который хочет объяснить, рассказать, помочь, донести до сознания. Он начинает понимать, этот человек, вот эта корова Му, мы ее называем Тудикау, значит, вот эта коровка, она начинает понимать, что вы являетесь его другом, что вы хотите ему помочь улучшить его жизнь. И он в вас видит друга, и вот это называется бизнес отношений. И вот тогда люди не уходят из бизнеса, они вас внимательно слушают, они принимают решения, они говорят, слушай, ну это интересно, а давай мы с тобой еще через 3 дня созвонимся, ты говоришь, давай, и вас это не расстраивает, вот через 3 дня ему созвониться, ну что, как-то там, нормально. Слушай, ну помнишь, у меня был вопрос еще про компенсационный план, расскажи мне, да ноль проблем. Понимаете, вы расслаблены, вам все пофигу, поняли, фишка какая. И этот человек прибегает с бабками и говорит, слушай, ну я готов, давай, что надо делать. Понимаете, и вы его спокойно забираете к себе, он будет вашим человеком, он надолго будет с вами, надолго. У вас не стоит задача хапнуть его, у вас стоит задача донести до него, пообщаться с ним, донести до него, помочь ему врубиться в это во все. Он врубится, вы его потом берете не спеша, начинаете с ним работать дальше, и он будет очень вам благодарен. Вот такие люди долго работают, платят абонентскую плату и делают этот большой серьезный бизнес. И потом его передают по наследству и классно себя чувствуете. Поэтому 4 простых шага элементарных. Пригласить. Приглашайте, естественно. Потренируйтесь, да. Я бы вам посоветовал, да. Если у вас хороший спонсор, то ваш спонсор, он вам сразу вас потренирует, как хорошо приглашать. Если вы запишите ваше приглашение, ваш разговор со стороны с человеком, запишите. У всех в айфонах, в телефонах есть записывающая штука, программа. Запишите ваш разговор с человеком. Дрожит ли ваш голос, чувствуете ли вы себя расслабленным естественно. Вам бы понравилось, если бы вас так приглашали. Возьмите сами со стороны, посмотрите на себя. Итак, дальше. Шаг номер 2. Значит, давайте так. Я хотел бы очень важную вещь сказать. Вам нужно каждому составить список. Список. Ваш список – это ваше собственное богатство. Если у вас список хреновый, у вас не будет денег. Если у вас список хороший, большой, жирный, у вас денег будет много. Поэтому над списками нужно работать. Поэтому, значит, ошибка всех новичков, что вы составили список 200 человек и больше вы его не составили. И вы получаете отказ за отказом, отказ за отказом, отказ за отказом. И у вас осталось последних 10 человек, у вас паника. Вы не знаете, где брать людей, у вас катастрофа, бизнес заканчивается, всех обзвонил, чума болотная, что делать. Так вот, профессионал – это человек, который постоянно собирает людей. Вы пришли на день рождения, со всеми дружно перезнакомились, собрали телефоны. И их судьбе в список. К вам пришел сантехник. Вы говорите, Павел Иванович, слушай, ты классный чувак, ты быстро мне трубу починил. Можно я в следующий раз, когда у меня труба потечет, я тебе позвоню, чтобы ты опять прибежал или ко мне, или к моим друзьям. Буду тебя рекомендовать. Он говорит, да, можно. Раз, его в список. Вам человек должен денег, внесите его в список. Вы с кем-то работали 10 лет назад, внесите его в список. То есть, бесконечно составляете список людей. Ребят, если вы в день будете 2 человека добавлять к себе в список, 2 человека, то у вас, то у вас за год соберется 800 человек. А за 5 лет у вас соберется, значит, 800, 8 на 5, 4 тысячи контактов. 4 тысячи контактов. Вы представляете, что это будет? Вам все, что нужно сделать, это найти способ, как поддерживать дружеские отношения периодически с этими людьми. И у нас есть для этого TalkFusion. Как нельзя лучше, эта система вписывается в наши цели. У вас есть TalkFusion. Заносите всех этих людей, звоните. Слушай, а я хотел узнать твой e-mail, я хотел тебе присылать классную штуку. То есть, опять, не навязчиво, вы можете еще и e-mail его записать. Поняли? И вы по своей клиентской же базе, вот это через видео-месседж, там этот, видео-e-mail рассылаете. И что вы им туда посылаете? Ваша задача просто поддерживать отношения с этими людьми. Ребят, поводом, что вы можете рассылать по этим людям, немерено. Например, вы поехали на выставку, вам она понравилась, записали видос, как вы на выставке. Вы поехали на международное мероприятие в Тампу. Мои друзья, всем привет, ребят. Если вы меня потеряли, я был в Москве, а сейчас я в Майами. Смотрите, тут такие пальмы, телки, трава. Короче, вот еду на спортивной тачке. Ладно, физкульт, привет, пока. Раз, отправили. Например, допустим, сидите на океане, поймали рыбу-шар. Она была маленькой, надулась, как футбольный гонбольный мяч. Смотрите, чуваки, поймал рыбу-футбольный мяч. Короче, все, передаю вам пас. Пум, раз, отправил видос туда. Понимаете, вы постоянно с этими людьми на связи. Прикол состоит в следующем. Вот на меня смотрит Жанна, например. Жанна, сколько через тебя людей прошло в офисе? Вы каждый день притаскиваете по 5 человек. Уже год. 5 человек на год. Потому что это полторы тысячи человек. Дорогая Жанна, скажи, у тебя списки этих людей есть? У тебя есть эти люди где-то? Или они пришли и ушли, пришли и ушли. И у вас так и не осталось ни имени, ни e-mail, ни телефона этих людей. Вы их что, профукали все? Что? Вот скажи, профукали? Все под карандашом? Леш, привет. Да, все под карандашом. Все пишем, отсылаем, отправляем. Молодец. Что я могу сказать? Моя школа. Все, теперь тебе осталось. Осталось этих людей, можно по второму разу обзвонить. И сказать, ну что, Вася, как дела? Ладно, поехали дальше. Значит, со списками разобрались. С приглашением разобрались. С тем, как относиться к клиентам разобрались. Теперь, показать презентацию. Смотрите, какая очень сейчас деликатную вещь вам расскажу. Если вы сами идете, делаете презентации, сами. Ваши люди, процент того, что ваши люди будут регистрироваться, уменьшается. Почему? Потому что они будут думать, что им нужно делать самим презентации. Втыкаете в тему? Если вы стоите с микрофоном и сами читаете презентации, ваши люди будут думать, что им нужно самим делать презентации. Они так этого не могут, они этого не хотят, они это не любят. И все, они думают, да ну нафиг, это надо презентации делать. Ребят, вам что нужно сделать, это приводить людей на чужие презентации. Так завелось, что когда я начинал этот бизнес, у меня никто не делал толком презентации. Там делал только Светлана Шадунки. И время было неудобное. И мне пришлось лепить эти презентации. Поэтому я их так и начал делать. Но на самом деле это настолько глубокая идея, что человек выгодит, слушай, ну допустим, да, вы приглашаете человека на презентацию, не на свою. И он понимает, что ему тоже не надо самому будет презу делать. Все, что ему надо будет, это включить телевизор и показать чужую презентацию. А это любой дебил может сделать. Любой дебил. Мы не рассчитываем, что сюда приходят дебилы, но мы рассчитываем на то, что сюда приходят люди массово. Понимаете, это массовый бизнес. Массовый бизнес. Много людей здесь. Поэтому много людей не сможет делать презентации. Они не любят этого, они не хотят. У них заикаются, замыкаются, он вообще глухонемой. Все. Все, значит, вы приглашаете на готовую презентацию. Здесь есть кое-какой важный совет. Вы должны все знать про TalkFusion. Естественно, вы должны до дыры его прочитать. Но, когда люди задают вам вопрос, вы должны их отправлять к источнику. Возьмите себе это за правило. Не пытайтесь быть домом советов и отвечать на все вопросы. Люди охотнее идут домой к знакомому, чем в офис. Отлично. Работайте из дома. Правильно, Мариус. Итак, вот это вообще деликатная вещь. Это последняя фишка, которой я врубился недавно. Вообще я понял ее. Когда вы, как профессор, отвечаете людям на все вопросы сами, то вы, получается, за всю свою команду работаете как консультант. Ребята, все, что вам нужно делать, это отправлять людей на сайт TalkFusion, где они сами находят ответы на вопросы. То есть человек, где говорит, слушай, объясни мне компенсационный план. Ты говоришь, хорошо, я тебе мог бы его объяснить, смотри. Но я лучше, чем это написано на сайте, я тебе это не объясню. И вы его подводите к этому сайту. Он открывает этот сайт и читает компенсационный план. Он говорит, слушай, объясни мне, там, травала, травала, травала. Ребята, вы можете это объяснить, но лучше, если вы, зная, где это находится, будете всегда отводить человека к источнику. К источнику, к источнику, к источнику. Он это запомнит, и он будет точно так же делать, отводить людей к источнику. Почему? Если вам нравится идея быть крутым парнем, крутым там консультантом, это денег не приносит. Вас люди не смогут повторить. Даже такую маленькую вещь они не смогут повторить. Я тут последний, да что я допер. Ладно. Значит, очень важный следующий трехсторонний разговор после презентации. То есть, вы пригласили человека, вы не как акула за ним, да? Вы его, мне нужно твое мнение, так? Дальше. Вы ему показали презентацию у себя дома за чашкой чая. Теперь вы берете и подсоединяете своего вышестоящего спонсора. Смотрите, какая здесь особенность есть. Вам нужно со спонсором согласовать ваше расписание, ваши часы работы, в какие часы спонсор доступен. Потому что я вижу просто полный бред дилетантов. Ребята бегают по всему скайпу, по всему Топфюжену и ищут спонсора, который в эту минуту может провести трехсторонний. Ребят, осознайте такую вещь, что все спонсоры, у которых какая-то есть маломальская команда, у них у всех есть расписание уже. Мне человек звонит и говорит, а можно с тобой трехсторонку через пять минут? Ребята, сори. Двенадцать человек стоят в списке, с кем я на это время наметил себе работу. Я не могу взять и вдруг какой-то звонок принять. Сори. У меня вообще жесткое расписание, очень жесткое. Есть люди, с кем я работаю. Вы не представляете, какой я уже придумал себе это расписание. И вду какой-то левый звонок. Мне если человек звонит, я говорю, слушай, у меня часы вот такие, я тебя могу поставить вот в такой день. И да, пожалуйста, в эти часы я от тебя буду ждать трехсторонние. Я работаю с людьми на постоянной основе. То есть я выбрал, например, людей, которые взяли себе пакеты про, которые составили себе расписание. Они работают по шесть, по восемь часов в день. Эти люди со мной работают каждый день, и мы им закрываем следующий статус. Они серьезно относятся к делу. И когда какой-то залетает человек, я о нем ничего не знаю. Я не знаю, на каком он пакете, как он приглашал людей, кто эти люди, что. Для меня это как бы вообще. И еще поговори на английском языке. Я говорю, слушай, а ты сам английский язык знаешь? Он говорит, нет. Меня только вызывает вопрос. Я говорю, а как ты тогда с ним бизнес будешь строить? Вот вам вся бредятина, которая стоит со стороны спонсоров. А если еще выясняется, что он презентацию не показал человеку, то это вообще крышняк сносит. Итак, вам нужно с вашим спонсором согласовать ваши обоюдные часы работы, чтобы он знал, что в эти часы вы ему звоните. Понимаете? И тогда он будет ждать ваш звонок. Правильные ребята, они делают так. Слушай, у меня сегодня на презе будет мой друг классный. Мы с тобой сможем в четыре часа сделать трехсторонний? Я говорю, можем. Я жду этого друга. Мой Саша знает, что этот друг придет. Мы уже оба готовы. Поняли? Вот это самый лучший вариант. Итак, заранее, когда вы со спонсором, а не то, что «Ой, Светлана Шедунки здесь, Леха здесь, Артур здесь, Слава здесь, никого нет, Леха, можешь поговорить?» Ребята, что за сопли, что за бред? Дальше поехали. Значит, трехсторонка – это песня. Трехсторонка – это самый… Значит, в бизнесе TalkFusion существует два ключевых момента. Момент приглашения и момент, что вы говорите на трехсторонках. Я вам сегодня последнюю шедевральную фразу скажу, последнюю находку вообще, которую я изобрел. Находка вообще такая, которая просто людей в бизнес сбегает. Могу с вами поделиться, мне не жалко. Итак, как делать трехсторонний разговор с человеком? Запишите, если вы хотите денег, запишите мою трехсторонку. Ничего сложного нет. Стараюсь быть настолько естественным, насколько можно. Задаю вопрос человеку. Вы увидели, что у нас здесь есть система, которая позволяет заработать деньги? Человек говорит – да. Сто процентов. Что вам особенно здесь понравилось? Вот вы посмотрели нашу информацию. Что вам особенно понравилось? Второй вопрос. И смотрю, что человек отвечает. Жду, что человек отвечает. Не торопляясь, не тороплюсь, просто я с ним общаюсь. И мне человек говорит – мне понравились мгновенные выплаты. Мне понравились вообще крутые технологии. Мне понравилось, что у вас здесь классная команда. Мне понравилось, как это все у вас слажено, тут все намучено, намутили. Я говорю – ну классно. Дальше я ему задаю вопрос такой. Вы как хотели бы для себя использовать эти продукты в своем бизнесе? Или вы хотели бы с нами деньги зарабатывать? Он мне отвечает. Если человек хочет в свой бизнес взять продукты, то я ему просто очень… Я задаю вопрос, чем вы занимаетесь, да? Обычно я уже знаю, чем человек занимается, потому что мне мой партнер сказал, что этот человек там не в мебельный салон, или так далее, и так далее. Но я не знаю, хочет он в свой бизнес или с нами. Так, дальше я его спрашиваю. Дальше я его спрашиваю. То есть, если он хочет в свой бизнес, значит, мы просто… Я говорю – хотите, я вам немножко расскажу, как вы могли бы использовать это в своем собственном бизнесе? Он говорит – да. Я ему несколько таких примеров привожу, что он может по своей клиентской базе видео рассылать, что он может газету делать, что он может обучение делать, что он может то и может все. И, как правило, потом я спрашиваю, вы сами какой хотели бы пакет себе подключить? Базовый, элитный или профессиональный? Как вы это для себя видите? Вы хотите это на полную катушку начинать использовать, или вы хотите попробовать? Я не стараюсь человека, знаете, вот так вот жестко загрузить на полторашку. Я задаю вопрос – вы как хотели бы попробовать взять себе маленький пакет там, или вы хотите взять элитную версию, или вы хотите уже на полную катушку, и вперед, Франция, мы вам сейчас все прикрутим, будете обалдеть, быстро, значит, все поднимем вам. Он говорит – да, почему бы нет, я хочу взять этот… Чем отличается, спрашивает вопрос, там, элитный, от этого, от того, объясняет, что тут шаблон с его дизайном, и люди принимают решение, подключаются. Эта тема с клиентами, она очень простая. Гораздо интереснее регистрируют людей в бизнес. Это второй сценарий, вы поняли. И вот тут сейчас я вам буду рассказывать. Значит, еще раз. Вы увидели, что у нас здесь есть система, которая позволяет заработать деньги? Шла говорит – да. Дальше. Что вам особенно понравилось? Он говорит – не что вы поняли. Поняли? Нельзя так его вопрос задавать. Что вы поняли? Нет. Что вам особенно понравилось? Он начинает мне говорить – мне понравилось вот это, вот это, вот это, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вот, что можно деньги заработать, что можно на себя работать, что можно то, можно сё, можно пятое, десятое. Я говорю – классно. Как вы сами для себя видите, вы хотели бы работать на частичную занятость или на полную? Это вопрос убийцы, этот вопрос означает, что человек уже в теме. Вы хотели бы, как вы видите для себя, вы хотели бы на полную занятость или на частичную занятость? Человек мне говорит, я хотел бы на частичную занятость. Понятно. Дальше я вам задаю простой вопрос. Какие деньги вы хотели бы зарабатывать? Вообще о каких деньгах идет речь? Вы сами, какие деньги вы хотели бы зарабатывать для вас реально сейчас, что вам нужно? По статистике люди не так сильно за маленькие деньги называют. 50-60 тысяч рублей, 2 тысячи долларов в месяц. То есть аппетиты для начала у всех очень маленькие. И я говорю, хорошо, хорошая сумма, то есть она называет. Я говорю, сколько часов в неделю вы готовы на это потратить? Сколько вы часов в неделю готовы уделять этому бизнесу, чтобы зарабатывать такие деньги? Она говорит, ну 2-3 часа в день. Кто-то говорит, полный день. То есть это как бы дублируется вопрос, предыдущий вопрос. Я говорю, понятно. Я для себя это отмечаю. Я ей даю подтверждение, что это реально, что это реально. И дальше, и дальше я задаю такой вопрос. Вы сами увидели, в чем разница между регистрацией на пакет 250, 750 и 1500? Она говорит, да. Я говорю, вам реально на какой пакет подключиться? Вам реально на какой пакет подключиться? Вы сами какой хотите пакет? Если человек не понимает, какой пакет, в чем фишка, в чем разница в деньгах, в этом, в том, вы это быстро объясняете. Что пакет 1500, ты здесь получаешь в 6 раз больше денег, чем на 250, без деталей, без обсуждения компенсационного плана. Элитный пакет тебе дает в 3 раза больше денег, чем 250. Можно сделать апгрейд и так далее. Очень быстро два предложения. Вы сами на какой пакет для вас реально подключиться? Человек говорит, ну, я пока не знаю, у меня нет денег, допустим. Сразу поймите, что тут могут быть какие-то всякие возражения, которые надо улаживать. Ничего сложного улаживать, вообще нет проблем. Если человек говорит, у меня нет денег, вы ему говорите, ты знаешь, у меня тоже не было денег, ты представь сюда, я пришел в этот бизнес голый, как сокол. У меня был дорогой джип, это последнее, что у меня осталось. Я полностью прогорел на своей долбанной нефтебазе. Я заправил машину, у меня не было денег, я не знал, что делать дальше. Я всем был должен, я просто на нефтебазе разорился. Понимаешь? Вы не спорите с ним, вы не говорите, слышь, ты чмо, тебе 40 лет, у тебя нет 250 долларов, ты что дурак, ты чем занимался? Ребята, вы так не можете делать. Вы можете сказать, слушай, у меня тоже полная задница была в жизни. Я представь, я увидел, что здесь есть можно бабки заработать. И у меня жизнь полностью поменялась. Я подключился к этой системе. Смотри, на той неделе я там, у меня подключилось 5 человек. Вчера я заработал 40 долларов, сегодня там 100. Ну, можете свою историю успех какую-то сказать. Деньгами светить не надо, то есть, я не говорю вам, надо деньги показывать. Надо просто какую-то свою историю успех сказать. Слушай, вчера я там машину себе купил или там, вот, вчера я, например, позволил себе потратить, например, 700 долларов. Мы там ездили туда-то, туда-то. Я только одежду купил на 700 баксов там. Например, в Америке на 700 баксов одежды купили, ребята, это полный гардероб просто. В Москве это двое джинс вы купите. А в Америке это полный гардероб. Ну, тут просто, я не знаю, тут. Дольче, Габбана, вы все будете в Версаче, Дольче, Габбана, там на 700 долларов полный гардероб. Короче, когда ты американцу говоришь, что ты на 700 баксов одежды купил, он говорит, с ума сойти. То есть, тут кеды стоят 30 долларов. Понимаете, да? Значит, какими-то такими примерами вы должны ему показать вашу историю успеха, да? Или вы можете сказать, слушай, да я, ты представляешь, раньше я в полной заднице был, так же, ну, я был в полной жопе. У меня денег вообще не было. А сейчас у меня часы за 10 тысяч баксов. Понимаешь? То есть, поняли, да? То есть, у меня есть реально часы за 10 тысяч баксов, но я ношу часы за 150. То есть, вот такой я простой парень, а часы за десятку не люблю вообще. Значит, и я ему говорю, значит, смотри, я был в такой же заднице, как и ты. То есть, вы ему не называете слово задница. Вы говорите, слушай, у меня была такая же ситуация. У меня не было денег. Я увидел эту возможность, я подключился. И дальше фраза убийца. Фраза убийца. Вот теперь фраза убийца. Это была подготовка. Вот теперь фраза убийца. Если бы ты точно знал, что ты здесь будешь зарабатывать 100, 200, 300, 400 долларов каждый божий день. Ты нашел бы полторы тысячи долларов подключиться. После вот этой всей клумбы, которую вы с ним проделали, танцы румбы, мумба-юмба, вы прямой текст ему задаете. Ребята, это обычный вопрос. Но это вопрос убийца. Я делюсь с вами последними фишками. Если бы, у вас должен быть, понимаете, я вам сейчас записали, да? Если бы ты точно знал, что тебе это будет приносить 100, 200, 300, 400 долларов каждый день. Вы ему не обещаете. Но если бы вы проверяете уровень его, уровень его уверенности, уровень согласия, вашу уверенность проверяете. «Ты бы нашел деньги зарегистрироваться?» Он говорит «Да». Вопрос, ребята, не в деньгах, а вопрос в неуверенности. И вот тут теперь последний пилотаж, который тут есть. Что такое деньги? Давайте разбираться, что такое деньги. Деньги – это доверие. Понимаете? Деньги – это доверие. Вот посмотрите, в мире бизнеса, да, очень часто вы же делаете предоплату, вы, допустим, когда вы покупаете что-то по интернету, вы доверяете, что вы по интернету сделаете оплату, перечислите туда деньги, и вы потом получите товар. Правильно? То есть вы доверяете. Очень часто, если вы доверяете другому человеку, вы отдаете туда деньги. Допустим, вы доверяете юристу, вы отдаете ему деньги. Если человек вызывает у вас какое-то мутное сомнение, риэлтор, например, вызывает у вас мутное сомнение, Вы не отдаете туда деньги. Вы не отдаете туда деньги. Итак, еще раз. Деньги – это доверие. Я начал недавно, вот еще раз вспомнил вот это выражение, я начал догонять вообще, что это такое. Так вот, фишка в том, вызываете ли вы доверие у людей. Если вы вызываете доверие у людей, они у вас будут регистрироваться. Если вы не вызываете доверие у людей, они у вас регистрироваться не будут. Если вы, что является, что поднимает доверие людей? Ваш профессионализм, ваше общение, ваши манеры, ваше позитивное отношение к людям, ваша доброжелательность, ваша к ним любовь, ваша о них забота в разговоре, да? Это все вызывает доверие. Например, у вас часы, хлястик, хлястик на часах поменять стоит, ребята, 10 долларов, но у вас хлястик на часах просто сраный, понимаете? Просто других слов не наберешься. Просто весь зачуханный, замыленный веревки торчат. Он на вас смотрит и думает, так, полторы тысячи баксов, ага, но у чувака нету 10 долларов, хлястик на часах поменять. Понимаете? Вам нужно вызывать доверие у людей. Вы можете сидеть в дурацкой, сраной майке за 10 баксов, понимаете? Но у вас должно быть в глазах, в уверенности, в разговорах доверие. Я вам приведу просто... Ребят, я не говорю, что завтра надо лоск наводить, но я вам хочу просто сказать, это из вас должно сочиться. Вот это железобетонное, вот это люди, вот тогда вы будете просто регистрировать людей пачками. Я приведу пример. Я здесь приехал однажды в университет, сижу в классе учусь, и сидит такой чувак, знаете, у него кроссовки грязные-грязные, и майка у него какая-то зачуханная, и какой-то он весь, какой-то весь пришибленный какой-то. Я думаю, блин, сейчас, наверное, после занятий, там, знаете, ну, учатся нормальные люди, все такие, а этот какой-то, я не знаю, откуда он попался тут. Я думаю, сейчас, наверное, после класса выйду, скажу, слушай, пошли здесь, пойдем, эти кроссовки новые куплю, стоят 40 долларов, пойдем, эти майку сейчас куплю, вон, магаз, там, 20 долларов, пойдем, я тебя чуть приодену, блин, ну, что ты здесь как чмошник ходишь. И я такой раз, такой, выхожу, жду его, реальная история, ребят, реальная история. Выхожу, значит, с Мишей стою, мы курим, Миша дал мне сигаретку, выходит этот парень, и такой, знаете, он еще к машине не подошел, такой, пим-пим. Ребят, на последнем Порше чувак уехал, на последнем Порше. Вы можете представить, на конвертабл, последний Порше. Я как стоял с этой сигаретой, так я и выпал в осадок. В Америке людям настолько пофиг, но я вас уверяю, этот чувак, если бы он пришел кому-то на деловую встречу, он бы взял любые бабки. Знаете что, я о нем навел справки ради прикола. Это не все. Я думал, может он на кредитной машине уехал, или это не его тачка. Я о нем навел справки. Я узнал, что там, в городе, два особняка стоят, два огромных билдинга. Это его два билдинга. А я ему хотел кроссовки подарить. Втыкаете тему? Его, понимаете, совершенно вообще в голове не укладывается. Но этот человек, если бы он сидел за стол переговоров, в его бы речи была уверенность. В его бы речи была бы уверенность. Поняли? Так вот, иногда ваш внешний вид не передает вот эту уверенность. Уверенность это нечто другое. Это спокойствие, это уверенность в себе, уверенность в бизнесе, это уверенность в ваших правоте, в ваших словах. Понимаете? А это в вас здесь. Когда вы будете уверены в этом бизнесе, вы будете брать просто и регистрируют людей. Вы будете знать, что вы им придете и помогаете. Дальше от чего зависит ваша уверенность? От вашей личной компетентности. Если вы будете знать, что вы будете дальше делать с этим человеком, вы будете уверены, вы будете, понимаете, доктор, который не знает, как починить человеку челюсть, он не будет брать с него деньги, он будет бояться с него взять деньги, потому что он не знает, что с ним делать. Что он будет дальше делать? Он будет его отпугивать, этого клиента. И я вам приведу реальный пример. Я проводил презентацию, и там была девочка. К ней подходит девчонка и говорит, вот 700 долларов, вот 750 долларов, вот 750 долларов, вот 750 долларов. Наличные деньги. Вот 750 долларов. Зарегистрируйте меня, пожалуйста, у меня карточки нет, 750 долларов, вот 785 долларов, зарегистрируйте меня. Эта девочка, она была некомпетентна. Она даже не знала, как взять у человека деньги, как взять, пойти в банкомат засунуть, положить на карту, завести человека в систему. Она, ой, ой, нет, давайте вы завтра с карточкой приходите. Нахер, 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 нахер. Понимаете? К ней человек после моей презентации приходит с уютой, прям после презы. Вот деньги, кэш, меня зарегистрируйте, я готова. Она говорит, нет, я не знаю, как это делать, завтра приходите. Вы поняли? Я вам расскажу реальные вещи. Как только вы некомпетентны, как только у вас нет этой внутренней готовности, вы будете делать все, вы даже этого осознавать не будете. Вы будете делать все, чтобы отпугивать людей. Поняли? Вот что это такое. Как только вы знаете, что человек пришел, дает бабки. Все, давай бабки, я знаю, что мы с тобой дальше будем делать. Мы с тобой будем тебе деньги здесь зарабатывать. Вы знаете, что с ним делать. И здесь интересный такой момент начинается. Начинается момент вашего личной ответственности за этого человека. Вашей личной готовности помочь этому человеку. Научить его, помочь ему во всем разобраться, провести его и работать с ним дальше для достижения успеха. Представьте, какая это тема. И тут начинается уже пахнуть лидерством, тут начинается пахнуть уже заботой о людях, тут уже вы начинаете желанием помочь и желанием общаться с этим человеком. И эти вещи все связаны между собой, понимаете, связаны. Вот такая прикольная у нас тема, ребят. И вот тут начинается включение в работу. Поэтому я человеку задаю простой вопрос. Если бы ты точно знал, что ты здесь сможешь зарабатывать 100, 200, 300, 400 долларов каждый божий день, ты бы нашел полторы тысячи долларов зарегистрироваться? Он говорит, да, нашел бы. Дальше я ему говорю, как мы это сделаем. И все. И все. И люди идут и регистрируются. Если человек говорит, слушай, ну у меня сейчас нет полторашки, ну у меня есть 750. Хорошо, ты можешь сейчас сделать полторашку, потом мы сделаем апгрейд. Заработаешь деньги, сделаем апгрейд. Так нормально тебе? Он говорит, да, так нормально. Я говорю, хорошо. И мы с тобой сразу расписание составим. Хорошо? Он говорит, хорошо. И я сразу тебя добавлю к себе в контакты. Хорошо? Он говорит, хорошо. И все хорошо. Ладно, ребят, что-то еще нужно рассказать? Есть ли еще какие-то ответы, вопросы, что-то еще? Я вам весь Diamond Thresh разложил по полкам. Значит, тут можно много читать, тут много еще слайдов. Что тут еще было за слайд? Ну мы все прошли и так уже с вами без слайдов. Что там еще? Что там еще-то? Начните список с вами вероятных. Ну это все мы прошли. Теплый рынок. Я могу еще в качестве такого дополнения сказать, что у людей путаница есть. Что такое теплый рынок, да? Допустим, вы улыбнулись кому-то в троллейбусе, да? Вы едете в электричке, улыбнулись кому-то. Будет ли это теплый рынок? Абсолютно. Если у вас искра родилась между людьми, да, вот эта симпатия, то вот вам и теплый рынок. То есть вы берете телефон, вы можете этого человека позвонить. То есть почему-то у людей есть представление, что теплый рынок – это люди, с кем вы там воевали 20 лет. Нет. Нет. Так. Ссылка. Все, ребят, на самом деле беритесь за дело. Я хочу вам сказать такую интересную вещь. Что просто, да, в конце я хочу вам вот что сказать. Сколько нужно работать? Сколько нужно работать? Вам минимально надо в день обзванивать 30 человек. Минимально каждому. Вам нужно обзванивать 30 человек. Поставьте себе план. Это сколько нужно делать? Это минимальный план. 30 человек надо в день обзванивать. Нужно минимум 5 людям показывать презентацию. Минимум. Каждый день минимум показывать 5 людям презентацию. Нужно делать минимум 5 трехсторонних звонков в день. Минимум. И нужно делать минимум 2 регистрации в день. Минимум 2 личных регистрации в день. До тех пор, пока вы не соберете команду где-то в 1000 человек. Минимум. Так. И вам нужно минимум два человека проводить по табличке, которую я дал в Excel. То есть я людям дал вот эту последовательность шагов подготовки юного бойца в Excel. У кого может ее нет, у кого есть. Там просто вы по шагам ведете человека по нашу, по Top Fusion. Вы ему показываете бэк-офис, вы разбираете с ним его расписание, разбираете с ним цели. У многих это есть, запросите. Это уже она в народе гуляет. Вот собственно и все. Вот если вы за день не сделали 30 звонков, пару раз себя накажите, не ложитесь спать. Я честно сказать, когда работал, начинал работать в Top Fusion, я спать не ложился, пока я человека не зарегистрирую лично. Я просто не шел спать и все. Два раза я не спал две ночи, я понял, нафиг мне это надо, я буду регистрировать нормально каждый день. Вот и все. Так, скиньте сюда. Что скину? А, табличку, сейчас скину сюда табличку, если вам нужна. Так. Сейчас, ребят, сейчас я вам скину. Я просто работаю по этой таблице и людей я просто провожу по этой таблице. Она очень простая. Это просто последовательное ознакомление человека с Top Fusion. Вот и все. То есть, например, вы человек, например, показать бэк-офис, показал бэк-офис, дату поставил. Обсудил с человеком его цели жизненные, обсудил, дату поставил. Показал ему Diamond Rush, он его прочитал, дату поставил. Объяснил ему правило 2.72, дату поставил. Обсудил с ним, например, список знакомых с ним составил, дату поставил. Например, ну то есть, вот просто вы, человек, вот так по шагам ведете. Вот табличка, вот ее можете нажать и скачивать себе сюда с удовольствием. Все, нажимаете и вот это вот нажимаете и скачиваете себе вот этот файл. И, пожалуйста, там все предельно просто и ничего такого особенного нет. Это Diamond Rush. Все, ребята, спасибо вам большое за внимание. Я вам желаю построить большой бизнес. Будьте профессионалами, получайте 33 удовольствия, обалдейте. Пользуйтесь продуктами каждый день, проверяйте свои почтовые ящики. От компании приходят рассылки. Сейчас действуют акции 2 человека на Pro 890 баксов. И я думаю, что на следующий вторник, значит, во следующий вторник у нас будет Diamond Rush. И вы уже туда притащите своих 15-20 человек новых людей. И я также вам зачитаю Diamond Rush уже новым людям. Сейчас поставлю вам запись. Вот запись. Вы заслужили. Вы очень внимательно меня слушали. Спасибо вам большое. Все классно. Так. Спасибо вам большое, ребят, за внимание. Значит, я сейчас согласую со Светланой Шудунки. Возможно, и вы знаете, я в своей команде провожу в понедельник и в четверг координацию. То есть, это не Diamond Rush. Мы там разбираем полет-полет, ну там все эти вещи. Я согласую со Светой. Может быть, я буду проводить координацию в понедельник и в четверг в 4 часа дня прямо в комнате TalkFusion, вот в этой, которая у Светланы. Чтобы люди не путались и была постоянно ссылка. Если вы хотите, то в понедельник и в четверг мы проводим координацию моей команды. И, значит, вторник, пятница Diamond Rush. Среда, свободный день. Мы все зарабатываем деньги. В субботу, воскресенье мы бегаем по домам, регистрируем людей и приводим, значит, уже с большими деньгами. Мы начинаем новую неделю. Вот так. Нижневартовский. Как попасть? Да как попасть? Да елки-палки. По ссылке заходишь, попал. То есть, у меня нет секретов. Хотим. То есть, если хотите, то все. Я просто со Светланой это обсужу. Если просто она мне доступ это даст, это же ее комната, да? То оно, пожалуйста. Вот. Чем больше людей будет более успешно, тем Бобарейна скажет больше спасибо. Правильно? Правильно. Вот. Желаю вам, ребят, пересаживаться на новые Мерседесы. Желаю вам, ребят, попасть на Гавайи в этом году. Желаю вам процветать. По две регистрации в день делайте, ребят. Две регистрации в день я всему научил. Все, ребята, спасибо. Всех обнимаю. До встречи в апреле в Тампе на международном мероприятии. Вас всех там увижу. Все, пока. Покупайте билеты на это мероприятие, кстати. Места кончаются уже. Все, пока, ребята. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok